Сейчас просто внимательно посмотрите, послушайте и задумайтесь над тем, что вы увидите. Эта информация может изменить всю вашу жизнь. Друзья мои, то, что я вам сейчас покажу, да. Не хотел эти вещи, понятное дело, показывать, да. Знаете, вы вот эту логику войдите в мою, да. То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кодек достать, понимаете. Не напрягаясь, могу ребро вот так вот просто взять, вот так вот и ребро вот достать у человека. Этим ребром ему хоп и глаз выколоть, да. Это фантастика, ну для тех, кто не понимает. Я мягкий. Дерево делаю мягким. То есть я вот ударил человеку в сердце, да, и жизненную энергию хоп достал, да, и там выбросил и убил, да. Ну не важно, да, то есть я показываю. Ну не буду вам, конечно, боевые вещи показывать, насквозь там стволы пробивать и так далее. Ну так намеками покажу, конечно. То есть вот это вот ребры достаются, да. Глаза вот так вот выбиваются, понимаете. Виски пробиваются, да, сердце. Ну как, вы не обделались с перепугой. Это не шутки. Такие люди ходят среди нас по улице. Привет, с вами проект мой Тайси Кей, я Вашенька Виталий. В этом видео мы попытаемся понять и постигнуть искусство великих мастеров, которые опередили наш мир на века. Как говорил один великий человек, а сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Ну, вы знаете, я в торчке себя проявлял. В рукопашном бою я себя проявлял, понимаете. Я ходил на спальни, там, с чемпионами мира по карате. Я, понимаете, так, спокойно ходил, выходил вниз. Я не хочу сказать, что я там, там, раз, убил там все, да. Ну, и были там достойные ребята, были там, были ребята, которые там, может, по стенке разбегались, и даже почти по потолку. То есть всякие были ребята, очень серьезные, очень крутые, и со спецкомразделения, разведчики всякие там. И я, вот, именно, неинтересно был, да, уже мой контакт имел. Капашки. Да. У меня в активе, вот такие мясные, вот такие, нормальные такие. Если голову улетит, то память долгая у человека, нормально. Теперь вы вообще никогда не выйдете из дома. Ведь стоит лишь только осознать тот факт, что рядом с тобой, в очереди в магазин, будет стоять такой убийца, к которому ты случайно наступишь на ногу или как-то криво посмотришь, и все, твое вырванное ребро торчит у тебя в глазу, а ты бегаешь по потолку. Ведь когда он спарринговал с чемпионами мира по карате, боксу и ММА, они все страдали. А как именно он всех выносил, мы можем только догадываться по этому видему, в котором наш гранд-мастер рассказывает секреты ассасинов. Когда надо много человек убить, то есть техники набегания. То есть я стою, да, и пошел. Вот она разница, видишь, круговой бой. То есть что такое ассасин? Ему пофигу, сколько людей. Он в толпу забегает, да, и пошел просто убивать. То есть там нету... В настоящем бою вам в кино показывают. Ха! О-о-о! Да? А-ля кинокомедия. Вот. А настоящий бой, он вот он пошел, понимаешь? То есть ты крутишься. В толпу залетел и пошел убивать просто, да. То есть там тебе думать-то особо не приходится, да. То есть ты вошел в толпу и пошел. Во! Да, и все упали, понимаете? Все, больше я вам его не покажу. А то я уже чувствую, как сила древних энергий наплотняет мой неокрепший разум. Я уверен, что этот ассасин смог бы победить даже без контактников. Кстати, обзор на этих монстров я уже делал, и ты можешь его посмотреть в подсказках или в комментариях под видео. Там очень много интересного. Далее я хочу познакомить вас с великим монахом, который сбежал из одного секретного храма в горах. Устроился работать на стройку и теперь обучает великим секретам кунг-фу чучмеков за бесплатно. А, нет, не за бесплатно, за чекушку. Товарищи, все любители карате кунг-фу, я знаю скрытые приемы, которые вызывают силу с космоса. Дыхание космоса и веро в силу совершенства глаз, нервов, почек. Ты уже видишь боковую землю, брать. Надо крыть, крыть, стирай, стирайся. Зарядка со вселенной. Все звезды, все другие планеты, подземные силы, деревья, тополя, орлы, волки. Загоряющие силы у них. Самый крутой стиль, какой-то стиль волка. Стиль волка, я рю. На этого тигра стоит обратить внимание нашему Олимпийскому комитету. Он бы вывел наших бойцов на совершенно новый уровень. И все золото было бы у нас. Теперь пришло время перейти к настоящим монстрам. Я бы даже сказал зверям. Ведь их стиль единоборств, не знающий пощады, конечно же древний старорусский, называется бурый медведь. Только что вы увидели их каты. То есть формальный комплекс. Или, как говорят ударники, бой с серию. Я не знаю, как он влияет на их боевые навыки. Но на дискотеках они наверняка самые топчики. А то, что они нарабатывают на тренировках, вообще тяжело повторить не то, что в жизни, но даже Чаку Норрису и Джеки Чану в своих фильмах. Сделали ножки чуть-чуть косолапые. Ручки опущены, лапки как бы здесь на жилочки поставили. Голова прямо, грудь выпрямилась. И, ребята, вот такие небольшие подшаги, небольшие подшаги, только как бы сподкачивали. Ну, как бы ни отходим из этого образа, представляем, что мы медведи. Стараемся глубже уйти, сгрупше идти, но здесь как бы перекатики пошли. Я набираю воздух и потом поднимаюсь и выдыхаю. Гррррр! Ну и апогей, мастерство этих бойцов это работа против ножа. Ну, хочу предупредить сразу, что все наработки получаются только тогда, когда ты одеваешь военный камуфляж. Ведь все представители старорусских, древне-мега-древних, супер-русских стилей тренируются и делают видео в военном камуфляже. Это обязательно подчеркивает их причастность к спецподразделениям, про которые нужно говорить только шепот. Правда, никто не говорит, какие это подразделения, но здесь главное слово не какие, а спецподразделения. Да, ну ты поднимайся. Вот и оно пошло, понимаешь? Ты что не успел, видишь, вот, тебе раз, и опа, и тебе провернулся. Понимаешь? Вот, вот такая штука. Опа! Ну и вот он, пульс. Оп! Он движет. Он движет. Смотри, да! Видишь? Так его загрузим, маленечко через сегодня. Какая штука, работа просто. Девки, а то Геннадий уже бьет. Все классно. Рука, хлыст, резкий учитель, тормознутый ученик, который еле показывает этот удар. Все смотрится здорово и четко, но только в реальном бою все совсем по-другому. Итак, первое. Я с ножом, стараюсь напасть, да? Я гопник-агрессор. Это первая работа, работа психа. Как она происходит? Противник стоит в стоечке, он может делать любые удары, меня бить, я стою с ножом, делал... Все. 5-10 ударов было четко сделано. Даже если он будет меня бить, даже если он пытается сделать какой-то удар, его ничего не спасет. Что я делаю? Я стою с ножом, жду, только короткая дистанция, я опускаю голову. Даже если он начинает бить прямыми, он попадает мне в лоб или в макушку. То есть в лицо и удары не пропускаю, сознание я не теряю. Одной рукой нож я убираю назад, одной рукой я делаю захват за одежду. Как только я почувствовал одежду, я сближаюсь и начинаю наносить удар. Любые. В шею, в корпус, в голову. Все. Я его держу. Ему некуда уходить. Даже если я пропущу там между ног, в голову, я все равно сделаю 5-10 ножевых ранений. Все равно противник умрет. То есть даже если вы вырубите нападающего с ножом, когда он будет рядом, вы тоже схватите, повалите на землю, это все уже не имеет значения. За первые 5 секунд вы пропустили 5-10 ножевых ранений. Все. Это смерть, ребята. Поэтому даже не думайте о каких-то захватах, о каких-то сказочных заломах и о таком подобном. Жалко, что никто из мастеров не демонстрирует свои навыки захватов, ударов, отводов в стороны руки с ножом на таких скоростях. Но не будем о грустном, ведь у нас впереди великий мастер, которого знают по всему миру благодаря его просветленным, секретным и невероятным видео. Да, вы правильно догадались, это грандмастер Змеи и Орла. Он уже собрал огромную армию последователей. И я просто уверен в том, что в скором времени у нас будут новые чемпионы по боксу, муай-тай и ММА. Уже многие бойцы UFC ушли в запой, бросили тренировки, когда увидели, как тренируются эти энергетические монстры. И на что способен этот мастер йода в халате? Этот учитель сплинтер с нунчаками от йогурта чудо? Этот сенсей бул в резиновых шлепках? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А вообще, мне кажется, что просто пацанам в селе нечем заняться, у них нету никаких кружков, а боксерский мешок есть только у этого сенсея. А поэтому он самый крутой и, ну, надо заниматься у него. Обязательно напиши в комментариях, что ты думаешь про этих мастеров и смог бы ты победить их в честном ментальном бою. Подписывайся на канал, ставь лайк, делись видео с друзьями, может, они тоже занимаются у такого мастера. А если ты хочешь освоить муай-тай или просто привести себя в форму, бесплатные видеокурсы в описании под видео. Настойчивости в тренировке.